Продолжение следует... 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 Иногда он пишет очень просто, да, из метрической книги, но ведь самое важное, что за этим стоит очень большая работа по поиску информации об этом человеке. И я благодарен, потому что вот здесь как раз 90% работы вот этих созданных, она не могла проводиться без архива. Поэтому здесь доказательство того, что архивы, хотя они финансируются по остаточному принципу, но они нужны. И в первую очередь нужны вам, нужны нашему обществу, нам всем, для того, чтобы мы помнили историю не только своей семьи, а историю нашего государства. И я вас всех поздравляю, я тоже благодарю Союз Возрождения Ярославной Традиции. Мне очень приятно, что у вас такая крепкая команда. Я готов с вами подвязываться в любые проекты, в любую завороху, которую вы решите сделать на территории Ярославской области. Я благодарю музей города Ярославля за предоставленные возможности, за предоставленные площади. И всех поздравляю с Днём города и с открытием этой выставки. Я надеюсь, что вы получите массу удовольствия от этого. Спасибо. Дорогие друзья, коллеги, сначала хотел поздравить вас с праздником, Днём города. Для вас это большое событие. Будем считать вот эту выставку тоже нашим подарком, нашему городу. И выставка здесь на 14-е, с Российской геологической, чуть-чуть не дотянули до юбилейной. Ну, когда будем планировать 20-ю у нас. Не может быть, раньше получится. Хотя вот мы недавно вспоминали, в 2007-м годе, почему-то посчитали 10 лет прошло, а оказалось 12. Было бы уверен, что всего 10 лет прошло. Так вот, мы рады приветствовать вас на нашей выставке. И нашей, и вашей, потому что здесь большой, достаточно, участок. Это ярославские родословные, подготовленные ярославскими историками родословной площади. Это наш принцип. На выставку мы вывозим как бы основной состав экспозиции, где представлены разные регионы России, где представлены великие люди России. И порядка 30% мы потом делаем именно местный колорит совместно с местным, с историко-дословным обществом. И в каждом городе, я знаю, что, наверное, те люди, которые приходят на выставку, в первом, как очень много времени, посещают первым тому участку, который соответствует с цикл Северной Пункты. То есть здесь я остался. Большая наша благодарность администрации города, администрации библиотеки, людям, которые нам помогали в этом. Поэтому я хотел, не сходя, так сказать далеко, сразу попробовать застойку благодарить. Сейчас, секундочку. Это наш подарок. Музею. Это полный комплект наших конвертов и марок, что все еще в связи с педагогическим выпуском. Наши свежие газеты. Дальше я бы хотел... Спасибо. Благодарить за помощь в организации выставки Крымова Марии Владимировны. Это вам было. Спасибо. Спасибо большое. Сюрову Ирину Александровну. Тагину Ирину Смитилавину. Мы хотим от нашего лица наградить его нашим знаком. Потому что наши всероссийские геологические выставки – это один из наших проектов. И, как правило, человек, который вложил в душу сам большое участие, у нас получает знак «Участник проекта СМИ». Спасибо. Потому что он отказался категорически, Леонид Ирину 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 Ирину. Это вот наш знак. Спасибо. Это эксклюзив. Спасибо. Я передаю слово с удовольствием передаю слово Николаю Евгеньевичу Прянишникову, основателю Российского купеческого собрания и нашему хорошему другу. Спасибо большое. Хочется поблагодарить всех, прежде всего, архивную службу. Мой любимый музей города, где мне удалось сделать две выставки, посвященные роду семье Алвинишникова. Еще при жизни Коровская, Анкудинова мы делали. Дату уже не помню. Память, она страдает. И потом я горжусь выставкой Евпроксии. Это была монографическая выставка, посвященная прабабушке. Поэтому музей города, я вообще считаю, что это один из главных музеев, который не только собирает историю города, но и способствует разработке стратегии и перспективам городского развития. Ровно так же я хочу поблагодарить союз возрождения родословных традиций, поскольку это точное попадание в нужную нам всем тему. И хочу сказать просто про город Ярославль. Я вообще-то сам коренной москвич. Мои предки в середине 19 века стали жить в Москве, а приезжать в Ярославль вахтовым методом на работу. Вот дедушку мой ездил. Но когда я первый раз сюда приехал, я почувствовал огромное воодушевление, прилив сил и необычайную легкость. Я понял, я приехал туда, где мне надо быть, бывать. И хочу сказать, что вот работа над генеалогией, это еще не только вставление дерева, это как бы выявление родовой топонимики, то есть тех мест, где люди бывали в течение своей жизни. И в том числе, кстати говоря, помимо архива, который главным является хранителем нашей истории, есть и кладбища, которые тоже очень важны, хранители родовой информации, и с которыми у нас в Отечестве, честно говоря, мне кажется, беда. И тут тоже что-то надо делать, потому что есть силы, ровно как и в городской среде есть застройщики, которые без внимания к наследию сносят все и строят новые дома, так и на кладбищах тоже кто-то хищнически образом выделяет участки. Мы должны каким-то образом себя вести ответственно. И вот мне кажется, такого рода выставки, такого рода, это привлечение внимания к этой теме, и это первый шаг в эту сторону к цивилизованному отношению к своему роду. Я хочу призвать, вот я сам преподаю и являюсь специалистом по социо-культурной деятельности, по социо-культурным проектам. Вот я очень жалею, что в тех конкурсах, где я являюсь экспертом, от архивов и от родословного общества я не вижу проектов, потому что это вообще, так говоря, ресурсы. Это то, что может помочь людям заниматься этим не только на голом энтузиазме, но и вообще сделать это более тщательно и при нормальном финансировании. Поэтому я всем желаю участвовать. И вот помимо того, что надо составлять эти древа, надо, конечно, продвигать историю своего рода, делая ее интересной для наших граждан. Всем успехов, большое спасибо. Спасибо. Ирина Исмаилаевна, председатель Ярославского историко-кородословного общества. Человек, который, собственно, начал движение по организации, открытию этой выставки в нашем зале. Ну, вчера был день славянской письменности и культуры. И в этот день как раз открылась конференция генеалогическая. Генеалогическая. Надо волнуйтесь, что я не знаю. Нет, нет, нет. Что же с названием «надо делать» это означает? Это, да, да, да. Не выговариваемость. Это тяжело. Ну, вы знаете, что наши выставки и конференции – это отмен опытом по работе с различными документами, организациями и хранящими их, достижение новых методов работы с ними и генератор новых идей по оформлению собранных факторов. И за 18 лет работы историко-роднословного общества в Ярославле мы увидели, что интерес к генеалогии у нас не снижается. Ну, вот 6 лет назад, в общем-то, в такой же майский день, на собрании Ярославского историко-роднословного общества мне было предложено возглавить его. И я понимала, что принять руководство – это очень ответственное дело, потому что общество было уже известно не только в Ярославле, но и за его пределами. Ну, вот прошло 6 лет. Мы с вами живем, развиваемся, сохраняем старые связи, устанавливаем новые. Это показывает сегодняшняя выступа. И сегодня мне хочется наградить членов историко-роднословного общества грамотами. Значит, грамота историко-роднословного общества. Награждает Скибинскую Ольгу Николаевну. Грамотой историко-роднословного общества награждается Маслова Анастасия Алексеевна. И грамотой Ярославльского историко-роднословного общества награждается коллектив историко-кроевического музея память школы номер 21 имени Андрея Михайловича Достоевского. Кроме того, я сейчас назвала тех, кто здесь присутствует. У нас несколько человек не смогли приехать. Я просто сейчас скажу, кто это. Мы награждаем Андреева Дмитрия Валерьевича. Это житель Москвы, который занимается очень много по истории города Данилова и местечка Торопова. Мы награждаем Смирнова Александра Александровича, который живет в городе Буя. Сегодня он у нас не смог приехать тоже. Он член истории корнословного общества. И награждаем Силицкого Дмитрия Антоновича, член истории корнословного общества, который живет в Цыкаеве. Кроме того, у нас есть ряд грамот для сотрудников архива, которые оказывают очень большую информационную поддержку. Их сегодня нет, поэтому мы наградим их в следующий раз, когда встретимся в архиве. Они будут сюда приглашены. Это Алексеева Наталья Валентиновна, Ломбанова Ольга Анатольевна и Некрасова Елена Валерьевна. Ну и итоги работ членов истории корнословного общества вы сможете сегодня увидеть на этой выставке. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь, мы вам ответим. И также обращайтесь на наш сайт, который у нас всегда открыт. И мы всегда очень оперативно там отвечаем и работаем. До какого черепа вы будете выставкой работать? Выставка будет работать до 23 июня включительно, это выхожной день. Более того, 31 мая и 14 июня в 15 часов здесь будут проводиться мастер-классы по составлению своей родословной. Да, мастер-классы бесплатные, поэтому всем, кому это интересно, пожалуйста, приходите. До 23 июня также приходите, кроме понедельников. В понедельнике у нас выходные дни. 12 июня зал работает, поэтому пойдете гулять с друзьями, тоже заходите, посмотрите выставку, приглашайте всех. Ну а сейчас, пожалуйста, дальше есть. Пользуясь случаем, распространением ограждения, я бы хотел тоже награничить на нашей организации Елену, вернее, дорогую, точно таким же знаком, участник, подарите СВРТ. Она проводит большую работу по работе с детьми. Вот это, кстати говоря, знак. Столь лет активной службы, и когда мы в том числе уручили знак Столь лет активной службы, было полное ощущение, что тот, кто у кого-то что-то увидел. Если нашему знаку уже 10 лет, то даже не знаю, что тут думаете. Согласитесь, да? Ну, кому-то передали. Это закон сообщающихся форм. И еще одно слово. Залы, честно говоря, для нас небольшие, потому что мы привыкли к площадям 50-40 метров, поэтому часть экспозиции осталось лежать сзади комнаты, что называется. И там есть такой экспонат, как древо Романово, самое большое в мире, длина его 17 метров. Обычно оно ставится у нас в круговую панораму, это было в Брянском музее, в Воронежском музее. Поэтому в качестве компенсации и в качестве подарка я бы хотел, Евгений Владимирович, подарить вот такую книгу «Пенсивозная семья». Спасибо. Господа, мы объявляем выставку открытия. Она начинает свою работу. Желаем ей успехов. С нашей стороны мы сделаем все, чтобы привлечь сюда посетителей, увлечь вашей замечательной работой. Будем с вами сотрудничать. Спасибо вам огромное за ваш труд. Спасибо. 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 В церемонии награждения начнем мы, я думаю, с победителей. У нас было пять номинаций. В целом, я хочу сказать, что мы можем сказать, что мы можем сказать, что мы можем сказать. Я тоже скажу два слова. Детский фокус был реальный не случайно. Мы хотели, чтобы в этой двери выставки создавался некий коллектив людей, которые уже гарантированно должны быть идти на выставку. Ну, я вижу цель мы с вами добились. Мы здесь. Более того, главной целью для этого была, чтобы дети обратились за информацией к своим родителям. На те вопросы, с которыми они ответили, могли бы вместе поговорить. А вот те, которые вопросы, даже у них не хватало знаний, наверное, было к рекламу бабушек и деду. Мне кажется, что такая цепочка установилась. Это вероятность для разного возраста. И, в общем-то, это основная цель всех консульсов. Это объединить семьи, заставить заинтересоваться друг к другу, узнать побольше о своих корнях. И вот эти конкурсы показали, что если на работе есть, где достаточно глубоко проработать, если где-то не очень много. Важен сам факт того, что люди всей семьи начали заинтересоваться. Ну что же, а теперь самая приятная, самая долгожданная часть ответного отрождения победителей конкурса «Летопись моей семьи». Еще раз повторюсь, у нас было пять номинаций. Диплом победителя конкурса исследовательских работ по генеалогии «Летопись моей семьи». Номинации «Самое глубокое знание родословной семьи» включается Дихомирову Данилу Алексеевну. Дело в том, что у нас сейчас получилась такая импровизация. Семья принесла то древо, которое семьей составляли. И просто оценить четыре метра истории семьи Дихомировых. Диплом победителя конкурса исследовательских работ «Летопись моей семьи» вручается культовой армии в комбинации «Моя родословная генеалогия». Диплом победителя конкурса «Летопись моей семьи» в номинации «Моя родословная учитель-исследователь» включается культовой армии «Летопись моей семьи». Диплом победителя конкурса «Летопись моей семьи» в номинации «Самое глубокое знание тогословной семьи» вручается Фоваровой Марии Николаевны. Диплом победителя конкурса «Летопись моей семьи» в номинации «Моя родословная учитель-исследователь» вручается Торцевой «Марии Алексеевны». Ну и, конечно же, очень важно наградить тем, кто вот этой вот кропотливой и очень лучшей работой занимается вместе с ребятами. Сейчас мы бы хотели наградить руководителей тех номинантов, которые стали победителем нашего конкурса. Сертификат получается научному руководителю Артропы Людмиле Александровне. Сертификат получается научному руководителю Желтикова Сергея Борисовна. Сертификат получается научному руководителю Клюковой Ольги Игоревне. Сертификат получается научному руководителю Курмановой Елене Кругольковне. Сертификат получается научному руководителю Учеткиенко Елене Игоревне. Шертификат вручается нашему руководителю Мохиной Светлане Реонидовне. И еще вручается нашему руководителю Швец Ольге Ильдер. Каждый Кепко принял участие в нашем конкурсе «Можете не занять призовое место» в этот раз, но мы надеемся, что это станет для вас очень хорошим поводом для того, чтобы свои изыскания, включить из своих семей, родочек, не убить своих знаний. Поэтому участников нашего конкурса мы тоже поздравляем и нагреждаем.